ВОЛШЕБСТВО Высоко в арктическом небе происходит волшебство. Первые снежинки означают, что, наконец, пришла зима. Самые милые животные Северного полушария уже заждались снега. ЗИМНЯЯ СКАЗКА Живущей недалеко от Северного полюса Белой Медведицы, в начале зимы предстоит особое путешествие. Ведь она ждет потомства. Когда вода в океане начинает затягиваться льдом, она уплывает на ближайший остров, чтобы вырыть там снежную пещеру. Благодаря толстой материнской шубе сейчас детеныш защищен от ледяной воды. Но после рождения медвежонку понадобится вся материнская любовь. В начале он укроется в берлоге. Всю первую зиму мать будет кормить его своим жирным молоком. Белые медведи проплывают сотни километров по Северному ледовитому океану. Но рожают медведицы только на суше. Добравшись до берега, она располагается на заслуженный отдых и ждет, когда ляжет снег. И родится крошечное зимнее чудо. На другом побережье еще один арктический детеныш нежится в тепле. Этот щенок пытается выбраться из-под гор Сала. Он ищет в толпе свою маму. Взрослый морж может весить больше тонны. Поэтому для малыша здесь опасно. У моржей плохое зрение. Но, к счастью, она слышит. Зов мамы с пляжа. Пока младенец пробивается сквозь толпу, стадо начинает шевелиться. Молодежь пытается отвоевать себе место. Но старейшины не обращают внимания. У них самые большие бивни, поэтому и места они выбирают лучшее. Наконец, страсти улеглись. Найдя друг друга, мать и малыш успокоились. Но ненадолго. Беспокойная колония решает, что пора сниматься с места и отправляться к зимнему дому на морской лёд. Скоро эти арктические острова будут практически полностью покрыты льдом. для всех животных, обитающих близко к Северному полюсу, это особое время года. Этот северный оленёнок ждал свою первую зиму. и тщательно к ней подготовился. Оделся в пушистую меховую шубу, оберегающую от холода. Обзавёлся зимними противоскользящими копытцами на крошечных ножках. Он легко добывает из-под снега богатые витаминами лишайники. А ещё у северных оленей есть и тайная сверхспособность. Восприятие ультрафиолетового излучения. Это означает, что они видят свет, невидимый для людей. Арктической зимой солнце может не вставать месяцами. Но снег отражает почти все лучи ультрафиолетового диапазона, помогая оленёнку найти пищу. И разглядеть хищников даже в сумерках. В отличие от оленей из рождественских сказок, этот малыш не умеет летать. Зато его сверхмощное зрение идеально приспособлено для этой зимней страны чудес. Хотя, пожалуй, и настоящие иконы стиля вечно зелёные деревья заснеженных лесов севера. Для растущих здесь елей, пихт и сосен это самое лучшее время года. У них узнаваемая коническая форма. В то время, как другие деревья теряют листья, хвоя вечнозелёных растений работает как антифриз. Ветви у этих деревьев очень гибкие, за счёт чего тяжёлый снег соскальзывает с них на землю, где он пролежит семь месяцев. Снежные леса планеты окутывают всё северное полушарие. защищая пятую часть зимней среды обитания животных. Но пока на северном полюсе зима, на южном лето. пингвинов 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 это время года посвящает посвящает семье. Проведя зиму в разлуке, они воссоединяются с близкими. трудятся вместе, чтобы вырастить потомство. В южном полушарии 18 видов пингвинов. и все воспитывают детей по-разному. У этих странных охлотых пингвинов совсем нет лишнего времени. Одни мамы и папы носятся в поисках еды. Другие, что остались дома, должны яростно охранять потомство. И хотя они любящие и преданные родители, их щедрость заканчивается клювом собственного ребенка. Субантарктические пингвины в это время года должны учить своих детенышей заботиться о себе. Но эта парочка явно не может найти себе пищу. У мамы рыбы хватит лишь на одного из них. Им придется побороться за нее. пора малышам побегать наперегонки. победитель получает все. Мама уходит искать еду дальше. Может, на этот раз и ей немного достанется. субантарктических пингвинов учат розгами, королевским чаще раздают пряники. Молодой папа присматривает за выводком. Мама уходит на охоту. Будучи глубоководными нырельщиками, пингвины в поисках еды преодолевают большие расстояния Поэтому мама может задержаться Этот птенец родился в прошлом году и не видел маму и папу уже две недели Он решил, что пора сходить на пляж Но легкие пушистые перья впитывают воду, как губка Пришло время сменить одеяние Сбросить пушистую детскую шубку И переодеться в блестящую взрослую Вот теперь молодые люди готовы к первому заплыву К этому моменту они готовились целый год Сейчас лето Но температура в Антарктике по-прежнему чуть выше нуля Но холод царит круглый год не только на полюсах Высокие горные вершины, покрытые шапками снега, все 365 дней в году Но сейчас в Гималаях зима И глубокие сугробы даже на поросших деревьями склонах Когда земля укрыта толстым покрывалом снега Застенчивая малая панда прячется среди ветвей Ее маленькие ловкие лапки Отлично приспособлены к лазанию по деревьям Эта панда размером с кошку В самое холодное время спит Свернувшись клубочком А пушистый длинный хвост служит ей одеялом Но с наступлением сумерек малая панда просыпается И под покровом тьмы отправляется добывать Бамбук и орехи Некоторые животные прячутся в зимней ночи Но легенда повествует о другом существе Замеченном в этих лесах Он покрыт густым мехом Его часто можно увидеть идущим на двух ногах Рокселана фринопитек Этому малышу всего несколько месяцев А он уже уверенно лазает по деревьям Но еще недостаточно смел Чтобы присоединиться к другим обезьянам Пока малыши играют За ними присматривают самки Эти матери и дети Одна большая счастливая семья Во главе которой Единственный альфа-самец Зимой, чтобы согреться Этой стае нужна особая диета Сосновая кора и хвоя Оказываются удивительно питательными Что жизненно важно В те несколько месяцев Пока земля укрыта снегом Когда температура ниже нуля Дел нет Обезьяны просто развлекаются И большую часть дня проводят Прыгая по деревьям Но в зимнем лесу Солнце быстро скрывается За вершинами А когда наступает холодная ночь Охранять свое семейство Выходит отец А матери обнимают малышей Чтобы согреть Роксела на варенопитеке Часто отогреваются В объятиях друг друга А вот в Японии Стаи макак Нашли другой способ Согреваться зимой Стая в радостном возбуждении Время купания Эта мать учит дочь правильно мыться И ухаживать за собой И ухаживать за собой Когда она вырастет Это поможет налаживать Дружеские отношения И завоевывать уважение Сородичей С раннего возраста Самки макак знают свое место В иерархии стаи Те, что рангом пониже Должны ждать своей очереди В сторонке Время в спа Ограничено Но так как в этой бане Вода постоянно Сорок градусов Некоторые Не желают вылезать После получасового Отмокания Мама и дочь Отдохнули И согрелись Теперь можно И пообедать А остальные По очереди Купаются Пришло время Следующего Важного урока Как найти еду В снегу Этим японским Макакам Повезло С джакузи Но многим Другим Животным Лучше Пережить Зиму В спячке Зимой Бывает Трудно Найти Еду Если Вы не знаете Где Искать Когда деревья Укрыты снегом А на земле Сугробы Хищники Засадники Например Рысь Передвигаются По лесу Совсем Незаметно Их Большие Мохнатые Лапы Похожи На снегоступы Ходить На них Легко А острые Втяжные Когти Помогают В поисках Выгодные Наблюдательные Позиции Рысь Ищет Прислушивается Ждет Своего Часа Хитрый Грызун Спрятался Под снегом Чтобы его Не заметили Это семейство Полевых Мышей Прорыло Сеть Сложных Туннелей Соорудив Уютный Дом Снег Служит Земле Одеялом Сохраняя Ее Тепло И в этом Белом мире Коричневые Мышки Поступают Мудро Скрываясь От Взглядов К счастью Для них Тоннели Оказались Достаточно Глубокими Что-то Еще Привлекло Внимание Рысе Он Уловил Запах Оставленный Самкой И точно Знает Что Она Неподалеку Это Редкая Возможность Обычно Он Охотится В одиночестве Но Сегодня Появилась Спутница И он Ни за что Не пропустит Это Это Рандеву Оба Молоды И неопытны Он Подходит К ней С опаской Она Она Очень Застенчива Придется Ухаживать Несколько Дней Пытаясь Завоевать Ее Благосклонность Она Вновь Пытается Спрятаться В лесу Но Он Преследует Самку По пятам И пока Страсти В паре Накаляются В Альпах Не по сезону Теплая погода Заставляет Активизироваться Всю молодежь Долины Зима В разгаре Но Семья Этого Сурка Никак Не может Дождаться Снега Обладая Острыми Как кирки Когтями Эти суслики Ледникового Пери Ударуют Себя Норы Под горой Каждое поколение Удлиняет Ее Чтобы было Больше места Но Жить большой Семьей Порой Нелегко Пока Братья Дерутся Зарабатывая Авторитет Другие Сурки Предпочитают Устанавливать Тесные Семейные Узы Альпийские Сурки Ждут Снега А в горных Пещерах И тоннелях Круглый Год Зима Секретный Грот Самая Большая В мире Система Ледяных Пещер Полная Причудливых Скульптур Вода Просачивается Сквозь Трещины С Плато Наверху Она Застывает В ледяные Скульптуры В этом Секретном Подземном Мире Наконец Зима Вступила В свои Права И на Поверхности Несмотря На Долгое Ожидание Сурков Она Застала Врасплох Пока Одни Замерли В испуге Другие Мчатся Искать Еду И устраивать Ложе Пока Пока Не лег Снег Как только Все устроятся В нори Семья Семья Впадет В спячку До весны Для кого-то Снегопад Может быть Неожиданным Но Сибирские Звери Всегда Готовы К холоду Для этих Овцебыков Сегодня Особый День Чудо Новой Жизни Это необычный Детеныш Она Дочь Главы Стада Родилась Чтобы стать Снежной Королевой После Восьми Месяцев В животе Матери У нее Всего Несколько Часов Прежде Чем Начнутся Скитания Теленку Предстоит Познать Дороги Мира Под бдительным Оком Стада Они Все Будут Следить И заботиться О новорожденной При Такой Внушительной Массе И бронированных Черепах Большинство Хищников Не представляют Угроза Для Овцебыков И все же Одного Врага В Арктике Игнорировать Нельзя Волчья Стая Многочисленна Поэтому В ней Очень Трудно Поддерживать Дисциплину В этой Стая Многочисленна 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 Сначала Едят Мать И отец Остальные Ждут Своей Очереди Многочисленна Для Волков Семья Главная Они Следят Чтобы Никто Не остался Голодным Такая Забота Друг О Друге Позволяет Волкам Выжить В самых Холодных Местах На Земле Стая Проще Добыть Пропитание А Волкам Нужно Немало Энергии Чтобы Бегать По Глубокому Снегу Волки Необычайно Выносливы Но Когда Кругом Вырастают Сугробы Стоит Поискать Более Легкие Пути Этот Молодой Беркут Предпочитает Охотиться В одиночку Он легко Маневрирует Даже В метель Орлиный Взгляд Замечает Что-то Далеко Внизу Нужно Рассмотреть Поближе Беркуты Отличные Охотники Но Нет Ничего Лучше Бесплатной Еды Зимой Животные Животные Не позволяют Себе Пренебрегать Едой У этой Огромной Птицы И аппетит Соответствующий Он Взлетает Теперь Теперь Отправляясь На Поиски Десерта Когда Над твоей Головой Постоянно Кружат Хищники Этот Хитрец Решил Не испытывать Судьбу И Переодеться В зимний Камуфляж Короткий Световой День Превратил Этого Горностая Из осенне Коричневого В белоснежного А еще Это идеальный Камуфляж Для охоты Этот Горностай Мастер Игры В предки Он Заметил Белку Игра Началась Быстрый И проворный Горностай Исчезает На фоне Снега Передвигаясь Между деревьями Почти Незаметно Белка Отправилась На поиски Тайника С орехами Сделанного До выпадения Снега На открытом Пространстве За белкой Начинается Слежка И почуяв Приближение Горностая Белка Тут же забыла Куда спрятала Лакомство Счастливый Избежав Опасности Белка Усядется На дереве В тепле Оставив Маленького Горностая Мерзнуть На холоде Без подготовки На снегу Не выжить И японские Или уссурийские Журавли Готовятся К приходу Суровой Зимы Стая Не улетает На юг Журавли Предпочитают Остаться Дома Выжидая Момента Чтобы исполнить Изысканный Брачный Танец На льду Некоторые Совершенствовали Его В течение Всего года Другие Вносят Коррективы В последнюю Минуту Это самые Большие Птицы В Японии С такими Тонкими Ногами Порой Бывает Трудно Быть Изящным Но пора Начинать Шоу Молодые Пытаются Произвести Впечатление Пожилые Пары Лишь Не сводят Друг С друга Глаз Заканчивается Все Радостным Кличем Как раз Вовремя С падением Последних Снежинок Зима Начавшаяся С единственного Ледяного Кристалла Теперь Превратила Пейзаж В Волшебную Зимнюю Сказку А когда Снежинки Перестают Падать Это Значит Что Скоро В Арктику Вернется Солнце И Смена Времен Года Продолжится Продолжится Эта страна чудес Перестанет существовать Но Но Только До Следующей Зимы И Будем надеяться Еще Для Многих Поколений Животных Редактор Редактор Редактор